Музыка Музыка Всем-всем привет! Музыка Видите, опять кашляю Сегодня на улице тепло, 10 градусов, девчата, а я одела шапку Потому что вчера вообще что-то со мной снова И нос потек, и кашель попер Вроде как я выздоровела и снова Сегодня, вчера вечером искала один документ Утром, девочки, все, каждую бумажку перелистала Нету, а нету распоряжения об опеке под синей печатью Неужели, думаю, я ее отдала или в суде Но судья проверяет всегда, она копии забирает Или же я отдала ее в райисполком В общем, даже не могу понять, где она Я все-все-все перешерстила каждый листик и не нашла Думаю, ладно, я сейчас с копией поехала Вот, поеду, отвезу документы Это на Океанский аж проспект Ну, я знаю, где это Сейчас дает до Луговой Там пересяду на автобус С автобуса на автобус, который идет в центр От нас сразу в центр Не попадешь Ну, или попадешь По большому-большому кругу Часа два будешь кататься Зачем это надо? Думаю, я сейчас пойду Вера сейчас закончит учебу Поедет на почту И домой Сегодня не до двух часов В общем, девчата Сейчас самое главное Чтобы у меня приняли эти документы Вот Под роспись Ну, она говорит Я не знаю Если там в окошечко принимают То там роспись Мне никто может и не поставить Но будет входящий номер Это самое главное Они должны будут На моих документах поставить входящий номер И потом отвечать По этим номерам На улице хорошо Сегодня просто хорошо Кто-то что-то пилит Зашла до бабы Зои Отдала ей топульки Она довольная такая Говорю, я тебе еще свяжу На силу, на здоровье Я говорю А побежала Ягоду уже не взяла Думаю, дома она не дома Ну, завтра схожу к ней Ее проведаю И отнесу Говорю Принесу тебе смородины Красной, черной Вот Я каждый год ее ношу И она поминает Всех моих родственников Которые ушли Ну, дай бог ей здоровья Она Ноги у нее болят Сейчас 84 года По дому ходит На улицу уже как бы Никуда не выезжает Ой, девчата Всем спасибо огромное За ваши комментарии Сейчас стали усиленно писать На Яндекс Дзен Я очень рада Там почти нас 4 тысячи подписчиков 3 900 Спасибо всем-всем огромнейшее Написали про монетизацию Да, девочки Монетизацию мне разблокировали Но Монетизация Только От Иностранных Зрителей От российских Не будет Потому что Они не видят Рекламу Вот Поэтому Ну Надежда умирает Последней Будем надеяться Что все Скоро Налается И все будет Очень даже Хорошо Хорошо Ну а я сейчас побегу Видите, что Шмыгаю Опять шмыгаю носом Невозможно Вот И хочу на Луговую Уже оттуда проехать Посмотрю В общем А то может в городе Там полазю Будет видно Но уже подключусь Как документы сдам, девочки Так к вам подключусь А вам всем хорошего денечка Вот это остановка Дальзавод Вот построили Новое здание А вниз туда завод Чуть-чуть К морю спускаешься И там Дальзавод наш Ну тут Тут я еще не была Ресторан-бар Караоке А там что-то О, статист-бар Ну это для молодежи Вот такие вот домики Мне нравятся Маленькие Вот Вот такие вот Это старые дома Ну едем уже К центру Подъезжаю Вот Девочки Чуть-чуть Решила включиться Вам показать Вот наши Домики Вот мост русский Они на русские А это мост На чурке Золотой мост Ну вот А старушка Цирк 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 Вот на этой стороне Вот это медучилище Там стоит И там вот цирк Вот туда вот вниз пойти Там тоже набережная Вон там море Вот Внизу Рядышком буквально Ну вот Под мостом Это море Классно Тепло Сегодня день Теплый-теплый Сейчас немножко Вам покажу Пока едем Вот тоже старое здание Нотариус Это вот военное здание Что-то здесь такое у нас Это тоже С флотом связано Что-то здесь Вот это видите Какое красивое здание Вообще старое здание Все красивые Не то, что сейчас строят Не понять, что Вот там море Вот там, видите Вот Вот проезжаем И рядышком море И вот мост Снимаю, девчатки Ничего не вижу У меня ослепляет Солнце В глаз светит Мне Ну вот Немножко показала А там выйду Я подключусь уже И пройдусь с вами По городу Немножечко покажу Следующая остановка В глазу В глазу Потом площадь На площадь я выйду Ой, трясет здесь Ну вот море там Вот проезжаем море И вот он мост Вот Ну все Я на следующий выхожу Остановка В глазу Девчата Сдала документы Зашла Там быстро Все это Говорит В течение месяца Ждите Ответ на почту Я говорю А можно на электронную Я нахожусь Вот В центре города Где я жила Вот это изумруд Ювелирный магазин был Его обшили Все тут по-новому Сделали Видите Вот туда Вот дальше Дальше Мы ходили Там значит Стоматология наша Музыкальная школа Вон там На углу аптека В общем Девочки А вот там внизу Два квартала Это моя 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 родная Стихия Где я прожила 15 лет Больше 20 20 лет Вот Это там Моя колхозная Где мы жили Наш Барак Ну Расселяли Нас всех Сейчас пойдем На площадь Там проведу вас Покажу Немножко Что там у нас Творится Море вам покажу Море Покажу немножечко Видите Какой поток Машин идет Ужасный Машин полно У меня машины Внутри машины оставил Все аферисты лезут Что за сволочи люди На несчастье Хотят заработать счастье Вот эти дома Это старые дома Девчата Их все пообшивали Поукрасили Вот этот тоже дом Это все старые дома Вот эти все Вот Молодец Современная бабуля Сколько вам лет Мне 64 бабушка А вам Ой ну дай бог вам здоровья Так еще красный Красный стоим Три месяца Осталось Да Ну а вы видите Еще ходите Что-то добиваетесь В жизни Я когда оформляла Это Завещание Молодец Это говорит У меня у бабушки 70 лет Она еще не помнит Дура-дура Ну а вы молодец Держитесь Боритесь до конца Вот видите Вот и борюсь Берюсь Бегу Сына Сына давай А с полицей сейчас работает Ну он у меня за том Человек И полиция работает Я его никуда не вмешиваю Это бабский разбор Почему Вонючий майоречка Мочить надо Они его бить хотят Сволки Так красный Красный Еще Еще красный Горит Молодая Совсем девушка Девушка Да Молодая девушка Я 46 лет Сына вот этого родила А ну видите Сейчас ему 42 года Будет Молодец А кто поздно рожает Все долго живут Это закон Что мы идем Или не идем Я чуть не понимаю Все пошлите Мама лежала Идите Идите аккуратно Через дорогу Она умерла Все дороги вас А парати Знаете как Ладно До свидания До свидания А вам удачи Моя хорошая И вам удачи И здоровья Самое главное Давайте Ага Вот девчата Бабуле 80 с лишним лет И она ходит Добивается Живет Ну за городом У нас тут есть Такой поселок И там строительство Идет И ее дом Перевели в нежилой Дом И говорит Хотят забрать Ну земля Я говорю Там стройка идет Она говорит Ну да Я говорю Ну вот поэтому И хотят Забрать Сколько угодно Таких случаев Страшных Вот она и говорит У меня сын Почему я должна Кому-то что-то отдать Когда Свой сынок есть 46 Родила И видите Успела вырастить И в здравом уме 86 Или 88 Она сказала Прослушала машин Много Шум Шум большой Вот аптека Куда мы всю жизнь Ходили за лекарством Вот в эту аптеку Вот здесь наш Был райисполком Вот в этом здании Все обшарпанное Видите Боже мой Вот в эту дверь Девочки Я ходила Добивалась Когда Наташу родила Прописки Квартиры Ой Все такое родное Все близкое Но машин Видите Машин очень много Очень много Ну центр Раньше такого не было Конечно Было хорошо Там проедет такси Раз в час Ну ездили трамваи Троллейбусы Автобусы Маршрутные Все Такого движения Конечно не было И было Хорошо Вот в этом вот здании ЗАГС Здесь я выходила замуж Это вот райисполком Вот А туда дальше Это улица Фокина Девочки Туда дальше Пройти Там море И там Наши родные дома Боже мой Я когда сюда приезжаю У меня Ностальгия Сразу же Вот понимаете Когда живешь Очень долго Как мы ждали Квартиру Когда получили Квартиру Вроде бы Первые года Так радовались Так все хорошо Но жизнь Но жизнь меняется И машин Очень много Шума Очень много Скорость жизни Увеличилась Все бегом 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 И с годами Хочется вернуться В ту старую Свою квартиру В тот старый уголочек Где мы жили У нас там семьи были Я так как-то считала 40 по-моему Семей Ну где-то Около этого Там были Чердачные Помещения Такие Помещения Маленькие Маленькие Но мы жили Дружно Дети Гуляли во дворе Дворик был закрыт Вот видите Это вот все Вот старые Старые постройки Их все Попрятали Как бы На задворке Снаружи Их все Обшили Ну тут правда Вот заштукатурено Но это вот все Старое Абсолютно Вот бурятская Кухня Видите У нас Много И китайская И корейская И армянская Кухня Есть И значит Это Узбекская Кухня Вот бурятскую Первый раз Увидела А вот здесь Вот здесь Был хлебный Огромный Хлебный Магазин Вот в этом Вот здании Сюда мы ходили Тоже за хлебом Помните Рогалики были По 7 копеек Какая вкуснотища А это вот площадь Наша площадь Борцов за революцию Вот эти памятники Здесь ставилась Ёлка Каждый год И с ребятишками Мы ходили Да все люди ходили Каждый год А мы значит Тут Ходили Фотографироваться Не у всех В то время Были фотоаппараты Вот сейчас Молодежь Они даже Это представить Время не могут Но было Такое время Не каждый Мог приобрести Фотоаппарат Потому что Нужно было Еще К нему Кучу Кучу Всего Купить А это все Было дорого Вот подземный переход Спускаемся Это вот институт Дальневосточный Государственный Технический Рыбохозяйственный Университет А был институт Стал университет Вот такое здание Дали рыб в туз И на Баляйке Дали рыб в туз Филиал Наверное Там тоже В общем Здесь переход Сейчас девчата Вот я спускаюсь Вот Когда приезжаю в город Особенно в центр Всегда почему-то Вспоминается Прошлое все Как мы жили Как дружили Сейчас с дядькой Разговаривала Видите киски Вот смотрите Ваза Прокуратура Россия Видите А почему Прокуратура России Так называется Ваза Вот герб Наш Ну и здесь Вот кжель Кжель Все такое Красивое Ну вон тоже Снеговики Ну красивое Все Тарелки Чашки Плошки Киосочки Это вот В переходе В переходе Тут сумки Продают Вот там Подкрашивают Делают В общем Жизнь в городе Кипит Не то что у меня На сопке У нас спокойно Как в деревне А здесь Суета Вот Суета Суета Работают Видите Тут Чинят Переход Подделывают Сейчас я вам покажу Площадь Немножко Ну здесь Выходим Выходим Девчата На белый Ой свет Чуть ногу Не подвернула Ну все Самое главное Что я сдала Документы Девочки Самое главное Что теперь Будем ждать Ответ Из опеки Через месяц Она сказала Через месяц Вот наша площадь Пойдемте Вот туда Пройдемте Я вам покажу Немножко моря И потом Сяду Уже в автобус Вот белый дом Правительства Наш Вот это Далер В Туз Откуда я пришла Рядом Вот Рядом Вот это здание Это зеленые кирпичики Они были в советское время Они так и остались Вот в этом магазине Ой Магазин был В этом вот здании Вот это здоровое Здесь был Огромный Рыбный Магазин Гастроном Шикарный На то время В нем всегда был народ Очень много Оно и Вот там Уссури написано Это кемтеатр И вот следующее Серое здание И это Большой Гум Через остановку На остановке Лозо Там малый Гум В этом Гуме работала Моя сестра В молодости А тут построили Церковь Девчата Сейчас посмотрим Красивая Гляньте Какая красивая Купола Светится Вообще Красота Конечно Неимоверная Я как-то Все думала Зачем церковь На площади А сейчас Да Ее место Здесь Вот Смотрите Какая красота Да Очень Красиво Ну это Памятники Наши памятники Их вот Подкрасили Голуби Единственное Садятся на них Ой Лялька Залезла Куда Боже мой Как же он туда Забрался О бог Ты мой А как он залез туда Мама Мия А как он залез туда Это мама стоит Женщина Это Ваш А как он забрался Вы че А если упадет Не упадет Оооо Меня бы накрыло Слушай Меня бы накрыло Сразу Кошмар Нет Так нельзя Это мама Мама Спокойная Ребенок Залез На памятник Видите Ну так нельзя. Ни в коем случае ты вообще на памятник. Нельзя лазить. Это некрасиво. О боже. Вот этого делать нельзя. Спасибо большое, что увидели. Ни в коем разе. Это памятник, это уважение. Ой, вообще кошмар, девочки. Меня аж мурашки пронесли. Представляете? Ну ты стоишь и не видишь, где твой ребенок. Ребенок залез на памятник. А коим образом он залез... А как она залезла? Бог ты мой! Это ужасно. Это ужасно. И ей говорю, он сейчас упадет, она говорит, нет, все с ним будет нормально. Это, во-первых, неуважение к нашим предкам. Памятник не просто так стоит. Ой, нельзя такие вещи делать. Вообще нельзя. Это ужасно. Вот там мост, девчата. Церковь красивая. Но ее еще вот там, видите, делают. Ее еще, наверное, внутри делают. Колокола висят. Вообще... Представляете, как это отсвечивают, вот эти купола, когда солнце заходит. Это красота неимоверная. Но это правда красота. На него можно ходить, как в музее. Да. Тут ветерок немножко. Ну, ветерок, то что море. Сейчас покажу вам море. Здесь вот был мор-вокзал, ну, вот он маленький, где билеты продавались. Где билеты продавались. Ой, девчата, я вам сейчас расскажу. Я же искала этот банкомат, Райфайзенбанк. Пришла, нашла на УГВ, пришла снять деньги. Ага. И забыла пин-код. Думаю, боже мой, а что теперь делать? Ну, зашла там, молодцы, девчата хорошие. Я говорю, девочки, забыла пин-код. Забыла. Что мне теперь делать? Они говорят, зайдите в приложение, поменяйте пин-код и снимите денежки. Ну, я сняла, все это сделала. Зашла их, поблагодарила. Говорю, девчата, какие вы умницы. Спасибо огромное. И вообще, и вот ходила сейчас вот в этот, где администрация там заявление-то отдавала. Тоже с мужчиной разговаривали. И каждый раз убеждаюсь, сколько у нас хороших людей вокруг. Вот понимаете, девочки? Вот город вам показываю. Вот, кручусь и вам показываю. А вот в этой вот стороне, вот большой дом, и вот сюда, вот ниже, там вот квартира моего мужа, Катькиного отца. А вот. Свекровь ждала-ждала, когда их снесут. Так умерла, не дождалась. И уже мужу моему, 69 лет, тоже ждали-ждали, когда снесут. По-моему, там никогда не снесут. Он так домик стоит, никому не мешает, как бы. Без удобств дом. Без удобств. Ну, такой старинной-старинной постройки. Вот. Ну, а это вот белый дом. Ну, что, мои хорошие, поедем на Луговую. Сейчас я доеду до Луговой, а там, там мне надо будет пересаживаться на мой автобус уже до дому. Вот. Сегодня день такой хороший, тёплый, тёплый-тёплый. Я хотела поехать опять же в свитере, а потом, говорю, вечером задует вдруг. Всё же дни-то прибавляют, прибавляют нам осень, и они убавляют. Думаю, ладно, одену ветровку. Одела ветровку. Вот так вот, девочки, вот так город наш живёт. Музыка играет, вон кинотеатр. Мне кажется, сейчас в кино мало кто ходит. Мало. Раньше билеты распродавались за один миг. Ещё и спрашивали, есть ли лишний билетик в кино попасть, особенно по выходным. А сейчас всё это спокойно. Хочешь, иди. Но люди в основном не ходят, я заметила, по фильмам. Вот. Слушайте. Вон бьют колокола. Чё-то чуть-чуть он. Чуть-чуть звон был. И всё. Да, церковь красивая, я прям любуюсь. Господи, дай нам мира всем. Всем-всем-всем. Чтобы мир побыстрее наступил. Чтобы люди были счастливы. И жили в любви и согласии. Аминь. Да. Так этого хочется. Так этого хочется. Ну, так оно и будет. Так оно и будет. Если мы все будем этого хотеть, то это и сбудется. Голуби ходят. А вот здесь сделали, вон, вон круг, видите, это фонтан летний. Ну, его, наверное, спрятали как-то на зиму, укрыли. Я не знаю. Ну, что-то делали, чтобы зимой его не было. Ладно, девчонки, на луговой, если что, подключусь. Все, мои хорошие, пойду в автобус. Вот немножко вас прогуляла. Особенно, кто дома сидит. Нету возможности выйти из дома. Вот вы со мной погуляли немножечко. Всем здоровья, девочки. И удачи во всех делах. Девочки, 10 минут седьмого. Смотрите, какой у меня закат. Какая красота. Я вот только-только подошла к дому. Вот мои сумки. Вера открыла мне двери. И доча старшая звонит. Завтра, наверное, приедут. И гляньте, я успела засветло подняться. Наверное, будет мороз. Закат красный. И к вечеру стало прям вот прохладно-прохладно шла. Даже руки замерзли. Вот. Вот такая красота у нас, девчата. А природа вообще обалденная. Где такое увидишь? Где такой закат? Только на Дальнем Востоке. И вот такую красоту. Это еще не ночь. А ночью как красиво. Не передать. Я дома, слава богу. Я дома. Я так рада. Как хорошо все же дома. Хорошо везде. Но дома, дома лучше всего. Вот. Верандочка моя светится. Вера мне свет включила. Вот соседский дом. Кошки дома. Вера вперед меня пришла, девочки. А я, видите, она на почту ездила. Ладно, я пойду раздеваться. Сейчас немножко согреюсь и покажу, что же я там купила. Заходила в фикс прайс. Забегала. Вера на башмаки. Оторвалась подошва. Покупала китайцев. Говорю, Вера, что ты не выкинула их? Вот эти вот тракторная подошвка. Смотрите, девчата. Вывалилось все. Ну, сезон отходило. Завтра я их выброшу. Она забыла выбросить. Ну что, идем домой. Идем домой, девочки. В тепло. Дома очень хорошо. Господи, как я люблю свой дом. Ура, я дома. Ой, девочки, я же замерзла. А время 20 минут седьмого. Что я там купила? Посылку получила, Вера. И письмо. Русская 19. Ну, это вот я регистрировалась. В налоговой, да? Мой налог скачивала. Это, видать, оттуда. Ну, сейчас я все это разберусь. Зашла в фикс прайс. Сейчас девчонка хочет забрать у меня тут. Ограбить меня. Да, Вера? Ограбить. Ну, я хорошую тебе купила? Да. Я купила, девчата, сметану и зелень ей. Плохой еды купила. И краб. А там лейт, вот только эти были. Там почему-то фирмы другие были. Тебе плохие, что ли, чипсы? Нет, просто они мне не нравятся. Вот, какой-то в черной дочке были пачки. Но я думаю, нет, тебе, значит, хуже, раз девчонка ест вот эти. Ну, взяла, на, две пачки. А ты кушала, пришла? Сосички поела. Ну, к ней, да. Потом взяла вот эти вот в тесте. Хоть с чаем или с кофе. С чаем. С чаем. Ну, ладно. Взяла крекет. Крекер. Кузнецкий. Рыбка, столь. Я люблю. Давно, ой, давно я их не брала. Что-то я их не видел. А ты мне молока положила? Да. О, спасибо. Ну, в общем, пачечку взяла. Здесь там килограмм, девчат. 400 грамм. Потом взяла сдобные вафельки с орехом. Вкусно, как у мамы. Думаю, дай-ка возьму. Вера, возьми вот эту, попьешь. С чайком. Ну, вот она уже намялась, сосисик. И взяла, девчата, что я люблю. С морской солью. Ну, не знаю, это вот ядра подсолнечника. Жареные. Я их просто обожаю. Обычно я беру вот такие вот стаканшки. Маленькие. Ну, там были и маленькие стаканчики 30 рублей. А такая вот пачка. Здесь 300 грамм. Ну, правильно, та по 100 грамм. 90 рублей. Думаю, возьми. Иногда, вот знаете, сидишь, просто что-то закинуть. И пожевать вкусные. И, как и я, и вам и говорила, что мне понравилась вот эта вот сгущенка. Я суть зашла специально из-за нее. И она была. И я купила 4 банки, девочки. 4. Не вру, не вру, не вру. Вот они, красавицы. Там бабулечка была. Я говорю, бабулечка, возьмите молочка себе. Вкусное, хорошее. Она говорит, да. Она что-то брала. А, кашу гречневую. Дочка, подай мне. Я говорю, маленькая, низенькая ростиком. А гречка стояла в пачках на самом-самом верху. Ну, подала ей. Молоко цельное, сгущенное, с сахаром, ГОСТ. 8,5 процентов. Поэтому, девчата, никого не слушайте. Молоко хорошее. Срок, значит, годности. И условия хранения 12 месяцев. От нуля до плюс 10. Поэтому берем вот это вот молочко. Очень классное. Мне понравилось, девочки. Мне очень понравилось. Ну, и там на остановку пошла. Там у нас торгует парень овощами, киосок. 150 рублей килограмм. Я говорю, яблоки мне мягкие и сладкие. Жесткие не могу. Вообще не люблю жесткие. Тяжело угрызть и тяжело их проглатывать. Игорь, чтобы были вот не кислятина. Кислятину тоже не переношу. У меня, видать, повышенная кислотность. Он мне сказал, вот эти. Я говорю, чьи краснодарские. Девчата, смотрите, ваши, не ваши яблоки. Потому что были там смешанные с этикетками. С этикетками, я знаю, это Китай. Я что-то кинула, а потом их все выбросила назад. И брала вот эти. Ну, вот эти пахнут, пахнут хорошо. Ну, я потом их помою, попробую. Я вот так нажала, вроде бы как. Знаете, яблок опять хочу. Хочу яблок. Вера мне кофейку налила. Молока пожадничала. Ой, хорошо. Прям красота, прям лепота. Согреться я замерзла. Подходила уже к этой. К дому у меня руки замерзли. А, ну, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Все, меня поставили на учет. Теперь я на заметке. Теперь надо зарабатывать. А то поставили же на учет-то. На основании сведений мобильного приложения мой налог. Вот. Я честный человек. Честный налогоплательщик буду. Вы поставили на учет 10-11 в инспекции Федеральной налоговой службы. Номер 12. Вот. Теперь все. И мне присвоили... А что, другой ННН, что ли? С применением ННН. По-моему, другой ННН. Ну, ладно. Это уже надо хранить же бумажку эту, да? Я не знаю. Ну, разберемся, по ходу, прессы. И девочки она получила, поехала. Приехала и мне звонит. Мама, какой трек-номер? Я говорю, здрасте. Сейчас, девчонки. Это должен быть у нас с вами здесь дырокол. Я так радуюсь. По ссылкам, как ребенок. Думаю, господи. Но хочется, хочется. Быстрее, быстрее набить перфокарты. Буду учиться. Перфокарт-то много у меня, девочки. Да точно это дырокол. О, в коробочке. Так, девчата. В коробочке. Ну, открываем. Открываем. Запечатано все. Молодец, китаец. Хорошо. Сейчас я ножик возьму и надрежу. Мои кошечки, вы сидите. Вера, наверное, вам ничего не давала, да? Они еду съели. Сейчас я буду им кормить. Покормлю моих, ты сынник, покормлю. Сейчас, подождите. Сама хоть немножко кофе хлебну, согреюсь. Ну вот, надрезала, чтобы коробочку не повредить. Ой, какой красивенький, девчата. Я точно как ребенок. Вот он. Нажимаешь, и он пробивает дырочки. Ну что, смотрите, какая красота. Серенький, а тут ярко-желтенький. Ну, там на картинке был, по-моему, розовенький. А мне достался серенький. Ну, это не важно. Это не важно. Лишь бы он работал, приносил пользу. Ну, здесь вот показывается, как, значит, пользоваться. Вот такая вот картинка, девчата. Вот. Я могу ссылочку оставить, если кому-то надо. Я уже немножечко там поняла, как оставлять ссылочку. Сейчас этот Алиэкспресс как бы переобновился. И там уже, конечно, поначалу для меня что-то непонятно, непонятно было. Потом немножко начинаю уже понимать. Ну, все, он неразборный, девчата. Просто подставляешь саму перфокарту вот так. Ой. Да. И посильнее усилия. Ха-ха. Точно впадаю в детство. Сейчас. Что-то как... Что-то такое. Ты заедаешь? А, ну, все. Сейчас. Ну, вот они, дырочки, видите. Пробиваются. Ну, что-то вот... Так. Ну-ка, ровно держись. Чтобы... Ровно над дырочкой. Вот сейчас должно прямо вот... Пробило. Ну, классно. Вот он как-то с первого раза... Может, что тут... Вот эту я неправильно держу. Сейчас пока шла, встретила ниже с улицы соседку. Соседка идет, а она у ней здесь вот, ну, там чуть подальше жила мама. Мама старенькая-старенькая, чуть люда, ходила все. Я говорю, ой, ты идешь домой? Ну, она вечно ходила с собачкой. Девчат, пробивает. Все хорошо. Примострячусь к нему. Вроде бы как вот это почему-то качается. Ну, так вроде... Попадает вот все сразу. Приноровлюсь, да? Ну, вот все пошло вроде бы. Сейчас посмотрим еще. Ну, я остановилась с ней, минут 20 простояла. Внизу сопки. А у нее собачка была, баллонка. И потом она мне давала собачку, вот эту жулю мою последнюю. Я говорю, а где твоя собачка? Она говорит, она у меня в прошлый год умерла. А твоя, я говорю, моя умерла, и больше я не хочу заводить собачки. Не могу, не могу, девочки. Вот после жульки, одна жулечка у меня была красавица, и вторая, видите, вот дырочки набила. Все хорошо, все работает, слава богу. Теперь будем делать рисунки, перфокарты набивать. И будем вязать жаккарды, да? Вот. Ну, и она говорит, да и она умерла уже год как, тоже, говорит, взяла собачку, ну, большую. Она, говорит, здесь в доме живет, а она сама живет на поликлинике, где-то в квартире. А здесь мамкин дом. Я говорю, а мамка как? Она говорит, а мама умерла, вот будет уже год. Я говорю, да ты что? А я, говорю, и не слышала, и не знала. Ну, царство ей небесное. Это еще, знаете, поколение моей тетки. Они сами тоже с мужем строили дом. Уходят потихоньку. Вот все наши мамки, папки. Кто вот еще дожил, ну, и это, говорит мне, у нее и мама была Люда, и она Люда, говорит, ну, мы уже не доживем до таких лет. Мы уже не доживем. То поколение было покрепше, а сейчас уже все больные, хворые. Я говорю, ой, болячка лезет к тем, кто всегда, говорит, тут болит, там болит, там болит. Девочки, а мы будем говорить, что мы здоровые. Мы здоровые. И желать всем здоровья, тогда и здоровье к нам придет. Вот. Это правда. Даже человек на позитиве побеждает рак. Поэтому, девчат, не будем унывать, не будем опускать нос, не будем плакаться, будем всегда радоваться жизни. Сколько нам уже Бог отвел, столько мы будем жить и лишнее не проживем. Но и не свою жизнь тоже не проживем. Сколько нам суждено, столько мы будем жить. Вот. Давайте, наверное, на этой ноте с вами будем прощаться. А я пошла в кроссовках, девчата, у меня ноги даже примежли. Больше я их не буду одевать. Все. Перехожу уже на ботинки осенние. Вера говорит, мама, ты почему не отвечала? Я тебе пять раз звонила. А я потом гляжу в телефон. Правда, пять звонков. Но, говорю, не было звонка. В кармане был телефон, девчата. А может быть, да нет, звук стоит, все стоит. Но почему-то вот именно, что и не было звонка. Яблочки я купила на 280 рублей. Вот чек у меня. А фикс прайс зашла. Ну, чё я взяла? Печенье, вафельки. Эти семечки и четыре банки. Ай, два лысо. И отдала, девчата, 787 рублей. Кошелёк худеет. Худеет. Молниеносно. Ну, цены, потому что выросли цены. Ну, ладно, не будем унывать. Все будет хорошо. Всегда такое было. Всегда такое было. Трудные времена, потом подъем. Опять трудные времена, потом опять прям прекрасные времена. Поэтому, вот сейчас трудные времена, но мы их переживем. И будут опять у нас. Солнце светит теплее, светлее. И будут цены упадут. Девчата, это точно все будет. Все будет хорошо. Ладно. Спасибо всем, скажу, за комментарии, девочки. Всем огромное-огромное еще раз скажу. Подписываемся, подписываемся. Я вот в последних видео в каждом говорю, что подписываемся на канал на Яндекс.Дзен. Девчата, потому что потихонечку, потихонечку переползаем туда. Девочки сегодня мне написали, Таня, за границей пошла реклама. Мы смотрим ее полностью, не пропускаем. Только не бросай Ютуб. Милые мои, дорогие девчата. Как же я вас люблю. Нет, я не брошу Ютуб. Не брошу Ютуб. Будем работать потихонечку. Да? Потихонечку, потихоньку. Все равно что-то там набегать будет. С заграничных моих зрителей. Я так скажу. Друзей, друзей особенно. Смотрят меня, девчата. Спасибо вам огромнейшее, 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 что вы смотрите. Потому что без вас, если вы не будете смотреть меня там, то у меня тут ничего не накапает, вообще не упадет. От нашего зрителя рекламы нет. Реклама вот идет Казахстан, Белоруссия, Германия, Америка. Вот от этих людей у меня что-то будет все равно. Будет, девочки. А уже где, как говорится, наша Россия. Ну, переживем эти времена. Падать не будем. Нос будем держать по ветру, только вверх. Я вспоминаю всегда Фаину Раневскую. Какая же она была классная, девочки. Какая она была вот огонь, женщина, огонь. Она никогда не падала духом. Хотя была очень-очень одинокий, одинокий, культурный, одинокий человек. Вот, но она как выдаст-выдаст. Вот такие люди редко рождаются. Вот я на нее всегда опираюсь и на Скарлетт. Вот Скарлетт, прочитав эту книгу, ой, когда я ее прочитала? Я даже уже не помню, в каком году. Но вот эта книга, унесенная ветром, да, она во мне оставила такой след. Вот такое было впечатление, такой след остался на всю жизнь, что нету тех преград, которые вы бы не осилили. Их просто не существует. Бог дает те преграды, которые вам по силам. Ну, а их надо проходить. Проходить, проходить и проходить, девчат. Поэтому будем идти вперед, только вперед. Я всегда говорю, были люди, которые проходили большие трудности. Вот они проходили большие трудности, абсолютно. И они проходили, вот поколение наших родителей, то, что они пережили, и они выжили, и они выстояли. Еще и рожали детей в таких условиях, когда, ну, вы знаете, в Великую Отечественную войну пережили наши родители, да? Ну, они маленькими были. А вот бабушки, дедушки, они же им досталось что? Воспитывали детей своих и чужих. И ничего, и ничего, и выжили. И ведь когда к концу их и жизни их спрашивали, вы счастливый человек на этой земле был или не счастливый, вы заметите, что они все говорили, да, счастливые? А ни один, по-моему, не говорил, что ой, я вот несчастный. Это сильные духом люди, сильные. Вот баба Зоя сегодня я зашла, она такая счастливая была, довольная, я говорю, носи вот тапочки, я завтра я к ней спущусь днем, отнесу ей ягодки. Ладно, девочки, мои дорогие, берегите себя, пишите комментарии, задавайте тему видео, о чем хотите, чтобы я сняла видео, о чем хотите, чтобы я с вами поговорила. А вязание будет, девочки, вязание будет. Я вот сейчас сдала документы, теперь я месяц, до конца месяца я свободная птаха. Никуда не иду, ничего не ношу, до 28-го, 28-го суд. До 28-го я живу с таким выдохом, вздохом, свобода. Буду больше уделять внимание вязанию, ну и вот женщина со мной сейчас ехала и говорит, на следующей неделе вроде бы как похолодание, и это, снег ожидается. Поэтому вот у меня еще задача стоит на этой неделе починить свою вот эту жиколку, она забилась там, видать, опилками или что, но не хочет работать. Я ее сама разберу, посмотрю, почищу и снова соберу. Им нужно попилить срочно дровишки, те, которые легенькие хотя бы, да, потому что задует, занесет снегом, и что, и что, печку топить, а дров нету на напиленных, нарубленных, их просто нету. Поэтому, девчата, вот эту вот работу сделать, а потом только жить и радоваться зиме, солнышку, снежку, всему чему угодно. Я с вами никак не распрощаюсь, девчата. Всех люблю, всем пока-пока и до новых встреч. С вами была ваша Татьяна. Пока.